Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Увы, скоро лето кончится и наступят уже суровые учебные дни. И поэтому я хочу немножко вам подсказать, как их украсить. Да, но еще несколько подсказок, которые пригодятся вам в школе. Итак, я знаю то, что не особо никто не хочет идти в школу. Поднимите руки, кто хочет идти в школу. О, сколько я вижу рук! Просто миллион! Хочется продлить летние каникулы, да? Но, увы, лето кончается и каникулы заканчиваются. Приступаем! Я знаю, что у многих людей вызывают некоторые проблемы, и они чувствуют себя неудобно. Во время хождения в школе или где-нибудь на работе испытывают дискомфорт, когда снимают обувь. Я примерно покажу кроссовки. Ну, это для школьных поднадлежностей, да? Бывают и люди, которые приходят на работу, они одевают другую обувь. И давайте я сейчас вам покажу, как решить эту проблему. Все, что мне понадобится, это будет из бюджетного варианта. Первый чай, клейкая лента, тряпочки для уборки, рассыпчатый чай и пистолет, который на жидких гвоздях. Берем ножницы и тряпочку. Разворачиваем ее, линии разделяем. Получился у нас вот такой квадратик. С помощью клея-карандаша я склею здесь и здесь. Она не стала заклеивать эту сторону для того, чтобы засыпать туда чай. Стала заклеить эту сторону. Теперь берем ленточку, чтобы немножко украсить. Вот такой получился бюджетный саше, чтобы положить его обувь, чтобы она не пахла. Еще рекомендую брать вот такие мешочки. Они имеют вентиляцию. Если у вас вдруг не оказалось такого мешочка, то выручат у вас вот такой саше. Просто положить его сверху и все. Следующий вариант, он очень простой и не надо ничего делать, не врезать, не шить. Просто взять вот такие пакетированные пакетики из-под чая и положить их в обувь. Проблема будет решена. Следующее, что я хочу вам показать, как немножко продлить свое радостное настроение и впечатление от летних каникул. И чтобы учебные дни казались не такими уж серыми и обыденными. Бывает то, что купив тетрадку, сначала она нам нравится. Но через некоторое время она как-то приедается и хочется какой-то разнообразия. И я сейчас вам покажу, как немножко его разнообразить. Для этого мне понадобятся две тетрадки, поделочный картон, поделочная бумага, одна поделочная бумага и пистолет с жидкими гвоздями. Я выбрала такой рисунок. Накладываем его на тетрадку и отмеряем нужный размер и отрезаем. Алименты готовы. Осталось только их приклеить. И вот что получилось. Из этого набора вы можете выбрать очень разные варианты, которые вы сами захотите. Наклеить на тетрадку. Также вы можете просто отдельный элемент вырезать и также украсить тетрадку, блокнот. Обычная скрепка как-то скучна. И давайте я сейчас вам покажу, как немножко ее разнообразить. Делала показательный пример, как я приукрасила немножко к скрепочке. Можно бусинку использовать разную. И для того, чтобы украсить скрепку, понадобится обычная скрепка. Она продается в наборе. Бусинка. Ленточка. Берем уже приготовленный кусочек от ленточки и просто продеваем сквозь скрепки. А теперь немножко приклеим. С ножницами вы можете придать очень разную форму. Можно закругленную, можно заостренную. Как вам больше будет нравиться. Готово. Теперь я покажу, как закрепить бусинку на ленточке. Закручиваем конец и продеваем через дырочку. Одеваем один конец. И этот конец нужно продеть через дырочку, чтобы вытащить ее здесь. Для этого мне понадобится нитка с иголкой. Вот так получается. Это коробочка для того, чтобы положить очень интимную вещь, которая необходима девушке. Бывают такие дни, которые непредсказуемы. Поэтому лучше взять с собой. Коробочку в прокладочку. Также, милые, уважаемые школьники, также подростки и студенты, не забывайте с собой брать дезодорант, который вас выручит и сблизит более с новыми друзьями и не оттолкнет старых друзей. Дам еще маленький один совет. Лучше покупать вот такие тетрадки, у которых меняется тетрадный блок. Очень удобный. Не надо вырывать листы. Плюс вы сохраните общее количество листов. Не втыкать не будете. Просто взяли и поменяли. И также, если вы, допустим, что-то пропустили, не были в тот день, просто поменять можно листочки и все удобно. Надели сменный блок и закрыли. Захотели открыть, нажали на кнопочку. Все. Дорогие друзья, на этом я хочу закончить свое видео. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, мои подсказки и советы вам пригодятся. Еще раз я напомню, они шли из бюджетного варианта. Не надо слишком больших денег для того, чтобы создать и приукрасить хотя бы хоть немного солнечное настроение в учебные дни. И также я хочу сказать, что я оставлю под этим видео полезные видео, которые я создавала до этого, чтобы вы посмотрели их. И, возможно, они вам тоже пригодятся. Не огорчайтесь, что лето закончилось, хоть оно и длилось 3 месяца. Кстати, во многих странах уже учебный год начался в августе месяце. У них более короткие каникулы, так что нам нужно только порадоваться. Следующие каникулы у нас будут осенью. Длятся они не так много, одну неделю. Но уже на первых порах мы будем им рады. Все. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова